Доброго здоровьи, уважаемые посетители моего канала. Вот я все с вами веду беседы, рассказываю себя, показываю какие-то там свои достижения и прочее, прочее, прочее. В то же время существует огромное количество всевозможных рекомендаций, как сохранить здоровье, в том числе и суставов. И вот те люди, которые рекомендуют тот или иной метод, то или иное средство, а как они сами сохранили свое здоровье, что-то там сделали или не сделали. То есть, этим видео я хочу достучаться до вас, чтобы вы поняли разницу между теми людьми, которые действительно что-то достигли и хотят с вами поделиться. Либо же просто-напросто с теоретиками, которые вам рассказывают, вот так, вот и все, витамин D надо принимать, еще что-то там делать, и тогда будьте здоровы. Ну, знаете, вот не в бровь, а в глаз. Вот следующее, так сказать, интервью. Готовлюсь к МРТ-суставу, потому что еле хожу. Вау, Елена Малышева, всего 62 года вам, моя дорогая. А помните, вы так кричали, что работать надо, продлить пенсионный возраст до 67. Ваш там институт то, что-то, заключение сделал. Вы там кричали, что надо. Так это у вас еще работа легкая, сидящая на заднице. А вот обыкновенные работяги, строители, на заводе, которые стрессмены пашут, до 67 лет пахать. Что им говорить? А вы еще как говорили? Пить аспирин? То продлиться жизнь еще на 30-40 лет. Что, аспирин вам не помогает? Вот так вот, видите как. Вы сейчас вот так чувствуете себя плохо. А сколько людей в таком состоянии? А вы так кричали, до 67 лет продлить. Это продлевает молодость, жизнь для пенсионеров. Вот какую-то чушь несли. Видите, бог не кошка, он видит трошка. Он показал вам, что действительно человек изнашивается, организм. Не в 67 начинает изнашиваться, а значительно раньше. Так что, и на старуху бывает проруха. Конечно же, мы желаем вам здоровья. Выздоравливайте скорее. Но вот делайте выводы. Может опровергните эту версию, что в 67 на пенсию это очень долго работать. Может это как-то объявите по телевизору? Раз вы сами на себе почувствовали, как вам сейчас плохо. Ваше-то 62. Мне идет 70-й год. И я вам хочу продемонстрировать здоровье и крепость моих суставов. У меня также были там проблемы в свое время. Но я, конечно, без аспирина и прочих вещей занялся. И демонстрирую. Вот смотрите. Упражнение называется «Дужим ногами». 800 килограмм на два раза. Теперь упражнение «Дужим руками» я делаю. 220 килограмм. Штанга на поясе называется. У меня лучший результат – то на 50. То есть, представляете, какое идет давление на тазобедренные суставы, на коленные суставы, на голеностопные суставы. А мне хоть бы что. То есть, я подготовился. Теперь возьму нашу любимую многострадальную поясницу. Нагрузка, смотрите, на поясничный отдел вот здесь. Не говоря уже там о тазобедренных суставах, коленных и ловеностопных. Я отрываю 560 килограммов. И, наконец-таки, венец всего. А насколько у вас вообще устойчив позвоночник? Начиная тут от шейного отдела и кончая колбочком. Я держу на плечах, держу на плечах, поднимаю. 440 килограммов. Это все есть результат специальной подготовки. А не просто я встал и сделал. Я вам демонстрирую, как я работаю над своим телом, организмом, в том числе над суставами и укрепляю. И могу привести в конце, приведу МРТ, которое было сделано в 2016 году, моего позвоночника. Чтобы специалисты посмотрели и сказали, а может ли этот человек вот так вот в 70 лет подобное делать? Так что посмотрите и как-то включайте свою голову. И, можно так сказать, врач исцелит вначале сам себя, а потом уже. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.